Здравствуйте! Детский церебральный паралич. К сожалению, Алтайский край сегодня один из лидеров по заболеваемостью ДЦП в Сибирском федеральном округе. Более чем у двух тысяч детей сегодня такой диагноз. Помочь, если не всем, то хотя бы некоторым поддержать здоровье, получить шанс на полноценную жизнь призван проект, который недавно начали реализовывать в Барнауле. На средства президентского гранта у нас открыли центр гидрореабилитации. И мы сегодня беседуем с, так сказать, идейными вдохновителями этого проекта. Это директор благотворительного фонда «Путь к мечте» Евгения Толочко и волонтер фонда Мария Афанасьева. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего расскажите, как давно существует благотворительный фонд, почему его основной задачей как раз стала помощь семьям, в которых воспитываются дети из ДЦП? Ну, так получилось, что фонд уже существует с 2015 года, то есть в этом году фонду пять лет, но непосредственно я занимаюсь деятельностью фонда как раз последние три года. И деятельность фонда, она непосредственно связана сейчас с направлением вот по гидрореабилитации. Раньше фонд осуществлял свою деятельность на базе одного из реабилитационных центров вот в городе Барнауле. Вот. Ну, а сейчас мы выбрали направление по гидрореабилитации и, соответственно, реализуем те проекты, инициативы, которые вот непосредственно нам кажутся актуальными на данный момент. Насколько я знаю, работа с пациентом с ДЦП – это целый комплекс неких мер. Почему вы остановились именно вот на гидрореабилитации и расскажите, собственно, подробнее о том, что это за метод? Просто купаться в бассейне или не просто купаться в бассейне, скажем так? Ну, просто купаться в бассейне с особенным ребенком – это, в принципе, невозможно. Вот. Почему именно это направление? Ну, вообще, у нас в городе стараются комплексно подойти к вопросам реабилитации детей с ДЦП. Но, как таковой, акватерапии нет ни в одном реабилитационном центре. То есть, когда мы три года назад начинали эту деятельность, у нас в городе практически невозможно было найти ни специалистов, ни тех условий, в которые родители могли бы комфортно приводить своих детей и с которыми бы могли заниматься профессиональные, квалифицированные специалисты. Да, у нас в городе Барнауле есть ряд бассейнов, которые, ну, так скажем, готовы принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, к сожалению, не все, ну, так скажем, бассейны ведут какие-то комплексные меры, да, прям конкретно по гидрореабилитации в основном. Это работа тренеров по раннему грудничковому плаванию. Мы, собственно говоря, шагнули дальше. И вот в прошлом году был реализован наш проект, который был направлен на подготовку, в принципе, всех специалистов вот в области, ну, деятельности бассейнов, да, по, так и назывался у нас, школа молодых гидрореабилитологов. То есть мы пригласили с разных бассейнов города ребят, которые, ну, так скажем, заканчивали адаптивную физическую культуру, вот у нас в педагогическом университете, да, были у нас студенты-выпускники медицинских, так скажем, направлений. Вот, и мы провели такое масштабное обучение, провели даже первую конференцию по гидрореабилитации. Это вообще первое мероприятие на эту тему в нашем регионе, которое проходило. Приняли участие, там, 56 человек, там, из Красноярска, из Новосибирска, ну, в общем, с разных городов, из Алтайского края в том числе. То есть вообще в России это направление активно развивается? Да, сейчас это направление активно развивается, поскольку сейчас получило, так скажем, развитие и, так скажем, стало модным направление, как грудничковое раннее плавание, вот, и стали готовить специалистов у нас именно узконаправленных, потому что вот гидрореабилитолог, это вообще кто? По сути, это и тренер по адаптивной физической культуре, и человек с медицинским образованием, да, то есть это такой универсальный специалист. Но, к сожалению, вот у нас в Барнауле таких не готовят, поэтому мы взяли инициативу на себя. Так, давайте, то есть уточним. А, вы работаете со здоровыми, слава богу, да, детьми, которых просто с раннего возраста учите плавать, я прав? С двух месяцев. Мария, вот, наверное, вы сейчас поподробнее расскажите, да? И вот, вот, спектр, так сказать, ваших детей. Также к нам ходят особенные детки, которые имеют какие-то заболевания на уровне ДЦП, аутизм, многие другие. И в нашем бассейне все тренера обязаны проходить обучение по программе. Евгения этому способствует. Но также конкретная работа с ними у нас медицинский персонал, который имеет медицинское образование. Они более углублённые это изучали, и в данный момент они работают с особенными детками. Расскажите, вот, конкретно, ребёнок с ДЦП, да, вот, оказывается, собственно, в ваших руках, вот, в бассейне. Как это происходит? Что происходит? Расскажите конкретно. От возраста, от диагноза, от степени сложности. То есть бывают детки абсолютно такие же, как и все, какая-то небольшая-небольшая есть изъян, а есть совсем тяжёленькие. Тяжёленькие, это значит, они с трудом двигаются? И сильная спастика, поражение, допустим, умственной деятельности, то есть они уже не отвечают тебе. Вот это, да, это тяжёленькие детки. Но и с такими, конечно, мы обязательно работаем, и мы улучшаем их качество жизни, для того, чтобы они могли в будущем, не дай бог, что-нибудь случится с родителями, они не остались просто без всего, они могли бы сами себя обслуживать. Я не знаю, открыть дверь, повернуть ручку. У них были такие же возможности, как у обычных здоровых деток. Вот мы видим на экране сейчас как раз примеры таких занятий, да. Вот что конкретно вы делаете в процессе этих занятий, чему вы их новому учите, что развиваете, что потом позволяет им более активно жить? Ну вот, допустим, сейчас на видео наш тренер погружает Марию. Это нужно для того, чтобы у ребёнка производилась небольшая гипоксия контролируемая, что позволяет... Гипоксия — это... Это когда не хватает кислорода. Что позволяет тканям головного мозга напитываться кислородом, то есть больше, чем оно было до того, что очень полезно. Так, какие ещё упражнения? Висы, подтягивания, всевозможные хватательные вращательные движения для того, чтобы суставы не вызывало... Контрактура не было. Контрактура — это когда не сгибается. Это нужно для того, чтобы дети могли сами себя обеспечивать. Потянуть, поднять, поднять руки, сделать отведение. То есть то, чтобы обычно... Для этого мы и занимаемся под водой. Для чего? Чтобы эти все движения были максимально мягкие и не вызывали дискомфорта. Водная среда, она спокойная, такая, умиротворённая. И это очень полезно именно в работе с такими детками. Маша немножко скромничает. У неё два года занималась девочка Женя, помнишь? У неё тоже. Она пришла с диагнозом с определённым. Через два года ей сняли диагноз. И сейчас она переехала в Москву и успешно занимается там, сплавает всеми стилями плавания. Да, мы обучили её полностью. За четыре месяца выучили четыре вида плавания. Выступали на соревнованиях, на которых она выигрывала. Впоследствии они перебрались в город Москва, в котором по нашим рекомендациям было написано всё, что она делала, всё, что она умеет, всё, что нужно с ней делать. И она дальше продолжает заниматься, надеюсь, очень успешно. Итак, ваш центр начал уже работать. Когда он начал работать? Платные, бесплатные занятия? Количество мест ограничено, не ограничено? Вот расскажите. Ну, вообще, если говорить про проект «Центр гидрореабилитации», то это вообще является логическим продолжением нашего проекта предыдущего. То есть в 2018 году у нас был также проект, «Волна добраун» назывался, на средства губернаторского гранта. Мы проводили также гидрореабилитацию для 20 детей. То есть то количество детей, которые мы можем, ну, скажем, максимально эффективно проработать. Центр гидрореабилитации уже, как я сказала, является продолжением в плане чего? В плане оснащения, да, в плане материально-технической базы. Потому что, ну, вот мы первый раз участвовали в конкурсе президентских грантов. Это наш первый грант. Сумма, конечно, небольшая. Но это, ну, скажем, достаточно для того, чтобы, ну, так скажем, создать ту атмосферу и те доступные условия, закупить инвентарь необходимый для дальнейшей работы. Потому что, ну, понятно, что проект закончится, он имеет начало и конец, но тот инвентарь, который у нас останется, он послужит нам большую роль в будущем. 20 детей по заявке мы смогли только вот, ну, то есть нам пропустили 20 детей. Конечно, еще два года назад, когда мы заявили о том, что в Барнауле мы готовы принимать бесплатно детей на занятия, в первый же день нам поступило больше 60 звонков. То есть заявок было настолько много, что даже из Улан-Удэ нам звонили. То есть родители готовы были ехать в другой город для того, чтобы вот лишь бы их ребенком занимались. Ну, собственно говоря, с этого проекта, с предыдущего проекта у нас наши воспитанники продолжают заниматься. Кто-то из Заринска приезжает, кто-то из Павловска. Ну, то есть мы не ограничиваемся Барнаулом. Но, тем не менее, вот 20 детей – это то количество, которое нам разрешено, скажем так. А что делать родителям детей, которые только из нашего интервью узнают, что есть такая возможность? А есть необходимость? Могут ли они обратиться к вам, встать в какую-то очередь? Я не знаю. Ну, да, мы ведем, конечно, резервный список. Все это есть. Можно подавать заявки. Сейчас наш фонд подает документы для того, чтобы встать в реестр поставщиков социальных услуг. То есть есть потребность, даже Министерство социальной защиты опубликовало информацию, что больше 400 семей нуждаются как раз в комплексной гидрореабилитации. Ну, попробуем встать в этот реестр. Возможно, мы сможем принять большее количество детей на бесплатных каких-то условиях. Как люди смогут на вас выйти? У нас есть сайт, у нас есть социальные сети. В принципе, если написать гидрореабилитация Барнаул, наверное, мы единственные, кто, так скажем, появится в первой строчке. Так, а пандемия в этом году одна из самых главных тем, повлияла на жизнь очень многих. Как-то она на ваши планы оказала воздействие? Да. Конечно, оказала воздействие. Практически, ну, 4 месяца центр закрыт, да, то есть мы не можем осуществлять деятельность по проекту полноценно, но какие-то мероприятия проекта мы уже закрыли. Это вопрос повышения квалификации. Вот Мария у нас ездила на конференцию на Байкал по обмену опытом, как раз с такими же тренерами, специалистами по адаптивному плаванию. То есть, ну, может быть, она что-нибудь нам расскажет интересного. Вот, конечно, ряд мероприятий нам пришлось отменить. Министерство спорта поддерживало нашу инициативу и наш проект на участие в конкурсе. Мы планировали проводить добрые старты, мы их так называли, то есть соревнования среди как раз деток. Но, к сожалению, пришлось их отменить. Вот, ну, скажем так, мы начали реализацию в поводной части, потом были вынуждены ее прекратить. Надеемся, что сейчас какие-то ограничительные меры как-то урегулируются, да, то есть и нам дадут возможность заниматься с теми детьми, которым реабилитация требуется как лечение, да. То есть было бы неплохо. А на какой период рассчитан этот грамм? Ну, вообще весь проект на 5 месяцев у нас рассчитан. Вы уже перешли за это время? Ну, у нас, смотрите, сейчас как раз, наверное, середина такая, да, контрольная точка проекта. Сейчас скоро будем уже вот отчитываться о деятельности. Мы немножко сдвинули какие-то этапы проекта, да, потому что не могли реализовывать вот занятия на воде. Но за счет каких-то партнерских вложений мы проводили сеанс ЛФК. Да, то есть у нас дети ходили в те центры, в которых можно было ходить, у которых есть медицинская лицензия, они могут осуществлять деятельность в условиях, да, там карантина. И сейчас ребята проходят у нас курсы по нейротренингам. То есть это специальные нейротренинги, работа непосредственно с головным мозгом, то есть самой пораженной частью тела этих детей. Есть у нас партнеры, которые осуществляют эту деятельность, неврологи работают с ребятами для того, чтобы усиливалась как раз, ну, так скажем, работа головного мозга. Тем более, что для детей вот с ограниченными возможностями здоровья как раз вот когнитивная составляющая, она, ну, оказывает такое непосредственное влияние на движение там, да. Это тоже все в воде будет происходить? Нет, это не в воде происходит, это все происходит на суше. То есть вы как раз готовите целый комплекс таких вот услуг? Да, то есть проект комплексный такой, скажем. Скажите, ну вот есть дети-пациенты, но значительная часть тяжести, скажем так, вот этого немалого груза ложится на плечи родителей этих юных пациентов. Вот с ними вы как-то работаете? Наверняка им тоже нужна какая-то поддержка и прочее. Может, Мария, вот вы расскажете. Да, мне кажется, это вот самая, я не знаю, приятная вещь, когда ребенок бежит в бассейн с горящими глазами, нам отдают ребенка на полчаса, и мама может просто сесть на диван, расслабиться, выключить голову, ей не нужно за ним смотреть. С ним хорошо занимаются, есть всегда у нас прозрачные двери, то есть если есть какой-то интерес, подошел, посмотрел, ему хорошо. Ты сел, налил себе чай и кофе, попил, отдохнул, прорелаксировал, забрал ребенка довольного, помыл, одел, забрал домой и все. И ты отдохнул, ребенок твой отдохнул, ты укрепил свое здоровье, ребенок позанимался, ему классно, вот, и родитель отдохнул, самое главное, мне кажется. Также у нас Евгений разрешает, как начальник, есть связь с родителями, то есть если что-то произошло, родитель может написать, тренер может спросить что-то у родителя, ведем общение очень тесно, то есть если неизвестен диагноз, то мы записали где-то, пошли, у нас есть медицинские работники, мы у них спросили, переспросили, что можно делать, что нельзя, то есть активно общаемся и ведем диалог вообще всегда. Ну, то есть невозможно выстраивать процессы, да, вот, взаимодействовать с ребенком без непосредственного участия родителя, то есть родители заинтересованы в том, чтобы мы знали, что с ребенком происходит, да, и если, вот, допустим, дети вот аутисты у нас, не про ДЦП, если речь просто про аутизму говорить, то родители чаще всего звонят вот именно по этим деткам, поскольку вот сегодня утром проснулись, погода плохая, ребенок отказывается идти на занятия, все, и занятия приходится переносить, ну, здесь уже другая немножко работа. Но в рамках проекта мы, конечно, хотели уделить большое внимание работы с родителями и провести этот проект в формате группового, то есть для того, чтобы привлечь мам к занятиям с детьми, для того, чтобы, допустим, поехали на реабилитацию в какой-то санаторий, где есть бассейн, но она, допустим, мамочка не умеет правильно держаться. А ребенок умеет. А ребенок умеет заниматься. И, в общем-то, смысл проекта был в том, чтобы организовать групповые занятия для мам по системе Холивик. Мы приглашали в прошлом году специалистов из Екатеринбурга, прошли как раз обучение на эту тему. Это интересная такая методика работы, и мы хотели эту деятельность организовать. Но так как у нас сейчас все групповые занятия запрещены, и, в принципе, деятельность бассейнов тоже, то, скорее всего, у нас будет индивидуальный формат работы, как и был раньше. Но эта идея останется для дальнейшей какой-то реализации, скажем так. Но непосредственно по работе с родителями у нас запланирован был семинар с реабилитологом из Липецка на тему как раз взаимодействия родителей-тренеров-ребенок с церебральным параличом в условиях водной среды. Но так как семинар у нас тоже нельзя проводить, мы переходим в формат онлайн и проведем вебинар на эту тему, и пригласим как раз вот этих 20 родителей, плюс тренеров города Барнаула, обязательно нашего центра, чтобы обсудить вот эти все вопросы. Любой грант – это история конечная, и он подойдет к концу, но мы надеемся, что действительно сама вот эта история оказания помощи непростым деткам, она продолжится и продолжится уже на еще более развернутом, так сказать, уровне. Спасибо, что рассказали. Желаем вам удачи. У нас в гостях были Евгения Толочко, директор благотворительного фонда «Путь к мечте» и волонтер фонда Мария Афанасьева. Всего доброго, увидимся. Продолжение следует...